Не подвести людей, уверен Сергей Козусенок, главной задачей делегатов. За его спиной многотысячный коллектив Бабруйск-Агромаша. Сегодня предприятие флагман отечественного сельскохозяйственного машиностроения, экспорт более чем 70 стран мира. Как раз при умножении достигнутого – основной вопрос для мужчины. Модернизация нашего производства даст нам большой плюс в улучшении качества техники, более быстрого его производства и конкурентоспособность на рынках. Как и любое предприятие, здесь работают семьи, даже династиями работают на этом предприятии. И каждый человек, приходя сюда, зарабатывает достойную зарплату. Если предприятие будет жить, работать, то это рабочие места, квалифицированные специалисты. Карьера Сергея Козусенка началась у станка. Теперь мужчина – замначальника отдела. В трудовом пути уже 11 лет. Поэтому весь технологический процесс знает, как говорится, от и до. Если говорить о Сергее Дмитриевиче как о сотруднике, можно очень долго перечислять все его заслуги, качества. А я, наверное, вмещу в одно емкое слово, которое, наверное, соберет все его заслуги и качества вместе. Это «надежный». Надежными и доступными себя зарекомендовали и диалоговые площадки. Открытый формат общения делегатов и простых граждан. К обсуждению важных социально-политических тем присоединились и школьники. Ничего удивительного, через пару лет они будут локомотивом идей масштаба всей страны. В третьей гимназии за круглым столом молодежь и преподавательский состав. Темы разговора самые разные – от поправок в Конституцию до службы в армии. Я вот, например, не представлял, что диалог может настолько развернуться. То есть сначала мы не могли там некоторое время, скажем так, раскочегариться, но потом уже диалог пошел. И, наверное, я думаю, что могли мы говорить еще и не час, а еще и больше. Повышаем какой-то уровень общения, то есть и находим какие-то общие решения вопросов. Ну, то есть даже интересные, интересующие нас вопросы, мы узнаем на них ответы. Дети понимают, что это тот период, в котором нужно будет жить. То есть это Конституция, от которой будет зависеть их дальнейшая судьба. Поэтому в данном случае, конечно же, их возникали вопросы, они пытаются их задавать, и самое главное, что вот в этом споре рождается истина. То есть дети сегодня, уходя отсюда, уже вышли с новыми идеями, взглядами. В девятнадцатой школе сегодня тоже звучали вопросы и предложения. Диалоговая площадка в деле. На одном фланге преподавателей, на противоположном делегатсе Белорусского народного собрания Наталья Винокур. Объединяет всех собравшихся одна общая тема – образование. Диалоговые площадки, которые сейчас проходят в коллективах учреждений и организаций нашего города Бобруйска, очень важны, потому что на них есть возможность обсудить вопросы, которые волнуют наших граждан. Вопросы, проблемы, выслушать их предложения, послушать о том, какой они видят нашу жизнь в будущем. Напомним, Всебелорусское собрание состоится в Минске 11-12 февраля. Оно станет шестым по счету в истории суверенной Беларуси. На нем будут подведены итоги пятилетки, о достижениях и о том, что не получилось. Также делегаты утвердят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.